Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Этот диапазон от 5800 до 6800 очень важен для биткоина. Количество раз, когда обе эти линии выступали либо поддержкой, либо сопротивлением на протяжении всей истории биткоина, честно говоря, зашкаливает. Так что за этим диапазоном нужно обязательно наблюдать. Я знаю, что людям всё ещё было бы интересно услышать моё мнение, а сможет ли биткоин упасть ещё ниже, чем когда-либо. Подводя к этому, хочу сказать, никто не может быть уверен. Если вы только не этот парень, переместивший 50 тысяч биткоинов из одного неизвестного кошелька в другой. Этот человек точно что-то знает. На самом деле у меня есть довольно сильное убеждение по поводу того, будет ли падать биткоин в будущем. Откровенно говоря, вот здесь находится объём капитуляции. 52% снижение практически вертикально вниз. Это прямое пособие по тому, чего можно ожидать от рынка. Конец 2018-го. Помните то счастливое время? Около 50% обвала. Громадный объём гораздо выше, чем обычно для того времени. После этого биткоин в итоге взлетел. Те, кто до сих пор холдит биткоин, ох, бедные вы души. Хотя я тоже до сих пор его держу. Не испытывают сейчас большой охоты продавать, что вполне резонно. Это иллюстрация баланса биткоина на биржах. Как мы можем наблюдать, за последнее время график резко упал. Это значит, что люди выводят свои биткоины с бирж. Смысл в том, что судя по этому графику, сейчас люди не готовятся продавать. Возможно, я что-то не так понимаю, но это то, как я вижу ситуацию. Плюс в следующем месяце мы будем наблюдать халвинг биткоина. Просто подумал, что и это тоже надо упомянуть. Получается, что всегда есть пара веских аргументов не ожидать, что биткоин упадёт намного ниже прямо вот завтра. Однако я обязан задать огромный такой вопрос. Мы уже думали, что всё это имело место до того, как произошёл крайний дамп. Так что или биткоину вообще плевать на все наши рассуждения, на то, как они обоснованы, или же причина такого же расклада заключается в кое-чём другом, а именно мировой пандемии. Так вот, честно говоря, оба сценария одинаково вероятны. Давайте же взглянем на то, как мировой карантин может повлиять на биткоин. Лично я понятия не имею, когда всё вернётся на круги своя. На эту тему активно дискутируют. Трамп думает, что мы вернёмся к нормальной жизни уже через пару десятков дней, в то время как правительство Великобритании прогнозирует по меньшей мере 6 месяцев. Неплохой такой контраст. И хоть это не прямо связано, хочу поделиться этим сейчас, потому что действительно смешно. Актом немыслимой щедрости можно считать позволение гражданам США не подавать налоговую декларацию, чтобы получить пособие в размере 1200 долларов. Давайте-ка объясню, в чём соль. Сейчас они напечатают триллионы, таким образом девальвируя всё, кроме, возможно, некоторых ваших активов. Они отдали большинство этих денег Уолл-стрит, а вам дадут щепотку. Ну, хотя бы налог за это платить не придётся. Вот уж спасибо. Но, возвращаясь к вопросу о влиянии этого кризиса на биткоин. Это дневной график S&P 500. На момент записи не выглядит впечатляюще, но он начал восстанавливаться в конце марта. Золото абсолютно аналогично в конце марта. Биткоин после стабилизации восстанавливается также с конца марта. Я не сильно топлю за то, что эти активы коррелируют, потому что доказательств мало. Просто интересно, что даты совпадают. А если они и коррелируют, ключевое слово «если», то депрессия. Вот что было бы закономерной новостью. Но блин, Ди, биткоин имеет накопительную ценность. Он точно поднимется в условиях экономической депрессии. Ах, какие мы наивные. Мы видели, что на бумаге биткоин представляется феноменальным средством сбережения. Но в реальности он оказался еще слишком молод. Мы только в самом начале его развития, как бы это ни было странно. Сейчас существует всего лишь пара миллионов кошельков по всему миру. Чтобы представить это в перспективе, многие мобильные игры, которые вы можете скачать прямо сейчас, имеют куда большую пользовательскую базу, чем биткоин. И хотя наши ряды крепчают, надеюсь, что и с моей помощью тоже, биткоин еще далеко не глобальное средство сбережения. Тогда возникает еще один вопрос. А как же так получилось, что за это время золото было распродано, несмотря на статус главного средства сбережения за всю человеческую историю? Тому есть несколько причин, большинство из которых я наверняка не смогу объяснить, но я знаю точно самую главную. Банки забрали большую часть золота. Им нужна была наличка, вот почему. Это, в принципе, тоже применимо и к биткоину. Понадобится ли крупным держателям биткоина наличка? Вполне возможно. Наличные, кажется, правят баллом на такого типа рынках, так что все зависит от них. В этом случае слишком много переменных, чтобы предсказать человеческое поведение. В итоге вопрос стоит следующим образом. А можем ли мы избежать всемирной экономической депрессии? Несмотря на все меры ФРС, которые мы видели, может, у них еще есть шанс? Так вот же еще один аргумент, что биткоин расцветет из-за бесконечной печати денег. Дефицит биткоинов сейчас важнее, чем когда-либо. Так почему же вопрос дефицита биткоина сейчас такой важный? Давайте рассмотрим в контексте. Количество печатаемых сейчас денег составляет 1 миллион долларов каждую секунду. При такой скорости они напечатают всю рыночную капитализацию биткоина менее чем за два дня. Сколько там они точно собираются напечатать? В финансовой системе достаточно денег, а в Федеральном резерве их бесконечно много. Мы сделаем все, что нужно, чтобы убедиться. В банковской системе денег хватает. Это просто немыслимо. Но таким всегда был статус-кво, какой был у фиатных денег. Неограниченность. Так почему же это столь интересно биткоинерам? Одна из основных целей биткоина показать то, что создание денег может быть ограниченным. В отличие от фиата, где создание денег бесконечно. Конечно же, сейчас мы не сможем спросить у самого создателя биткоина, был ли таковым его изначальный план. Но по итогу все-таки получилось. Основная проблема с фиатной валютой – это доверие к ней, необходимое для ее работы. Центральному банку тоже нужно доверие, чтобы не дискредитировать валюту. Но история фиатных валют полна нарушений этого доверия. Я бы сам лучше не сказал, ведь Тайлер Винклевос уже попробовал. Биткоин – единственная вакцина в мире, которая защитит вас от деньгопечатного заболевания. Звучит неплохо. Я нахожу интересным тот аргумент, что страны не могут постоянно обесценивать свои валюты, не получая при этом серьезных негативных последствий. И очевидно, самым ярким аргументом является Германия после Первой мировой войны. Более свежими примерами являются Зимбабве и Венесуэла. Но есть также, вы можете удивиться, хорошие контраргументы. Темпы создания денег в США в настоящее время намного ниже, чем когда-либо были в Венесуэле или Зимбабве. Но самое главное, у США действительно есть активы, которые могут довольно легко поглотить эти новые деньги. И тот факт, что доллары являются валютой мирового спроса, совершенно не навредит. Правду говоря, мы не знаем, насколько устойчива эта ситуация, но она точно беспрецедентна. Тот факт, что мировая держава так быстро и за такой короткий период времени увеличивает скорость печатания денег, просто потрясает. Можем ли мы предположить, что это выгодно для биткоина в краткосрочной и среднесрочной перспективе? Возможно. Дайте знать, что вы думаете. Может и нет. Но если не сейчас, то в итоге я очень надеюсь, что эта ситуация повлияет на биткоин позитивно. Ставь лайк, если тоже не теряешь оптимизм. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого.